Приветствуюсь, братья и сестры! Когда от рада упования в тебе погаснет без следа, и будут тяжелы страдания, и за бедой придет беда, что дальше? Никто не знает? Евангелие. Андрей Иванович, с меня кофе после собрания тебе. Евангелие, тогда бери ты книгу эту, Евангелие в словах живительных ее, Евангелие, найдешь призыв к добру и свету, Евангелие лишь в нем спасение твое. Кто сегодня утреннее собрание слушал, пока сюда ехали и готовились? Много. Замечательно. Тогда вы уже в курсе, что мы начинаем новый цикл наших бесед по воскресеньям «Жизнь Иисуса в нас». И эта тема будет основана на Евангелиях, не на каком-то одном, на всех четырех Евангелиях. Мы на протяжении, думаю, нескольких месяцев, может быть, даже и больше, будем обращаться к четырем Евангелиям и будем рассуждать о том, как жизнь Иисуса должна открываться в нас. Мы будем с вами не только смотреть на то, что происходило с Иисусом, когда Он был на земле, на евангельские события, но мы с вами будем смотреть, «Как же мне быть похожим на Христа? Как же делать так, чтобы жизнь Иисуса отразилась в каждом из нас?» Читаем Римлянам 1 глава 1, 4 стиха. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим». И сегодня мы будем с вами рассуждать о четырех образах Христа в четырех евангелиях. Что это за образы? Что эти образы говорят нам? Чему они нас учат? И как мы с вами можем отобразить эти четыре образа Христа, которые оставлены нам в четырех евангелиях? Мы знаем, что апостол Павел однажды говорил в своем послании, сказал, что Бог многократно и многообразно говоривший отцам в пророках в последние дни говорил нам в Сыне. Так как Господь в последние дни говорит к нам в Сыне. Каким образом? И как раз вот этот разговор, вот это откровение Бога и беседа Бога через Сына мы можем находить в Евангелиях. Когда прочитываем Евангелие, когда изучаем четыре Евангелия, мы понимаем, что Бог в последние дни говорил нам в Сыне. И знаете, Евангелие можно назвать биографией Иисуса Христа. Они довольно просты в чтении. Если мы особенно сравниваем, допустим, с такими книгами, как Послание Римлянам, Послание Галатам, Евангелие можно назвать, наверное, практическим богословием. Да, может быть, вы там не найдете каких-то богословских выкладок истин, о рукоположении, о спасении или еще какие-то доктрины, но там отражено практическое богословие, которое доступно и понятно каждому из нас. Более того, Евангелие, открывая нам Сына Божьего, открывает нам Бога. Когда-то Филипп сказал Господу, «Господи, покажи нам Отца, и как бы нам этого достаточно». А Христос обращается к нему и говорит, «Подожди, Филипп, как ты можешь это говорить? Я вот столько с вами был, знающий меня знает Отца, видевший меня видит Отца, понимающий меня понимает, что Отец хочет от него». И мы будем с вами останавливаться на этих четырех Евангелиях, которые включены в канон, для тех, кто, может быть, больше изучает, тут понимает, что есть еще и неканонические Евангелия, на них мы не будем останавливаться. И нужно сразу отметить, что в более ранних манускриптах не было названий авторов, как, допустим, у нас. Мы открываем нашу Библию, и там так и написано. Евангелие от Луки, Евангелие от Марка, от Иоанна. В древних этого не было. Однако у богословов и тех, кто Библию исследует серьезно и долго, нету сомнений в авторстве, то, как оно у нас записано в наших Библиях, что эти четыре Евангелия были написаны Матфеем, Маркой, Лукой и Иоанном. Три Евангелия Матфея, Марка и Луки еще называют синаптическими. Что это означает? Слово такое греческое, состоящее из двух слов, означает видеть вместе, синаптическое. То есть три Евангелия Матфея, Марка и Лука, события и даже построение вот этих книг, оно схоже. Там отражены много повторяющихся событий. Иногда даже используются одни и те же фразы. И оно как бы, если мы начинаем читать вот эти три Евангелия, можно сказать, что оно начинается с земли и уходит на небо. То есть Матфея и Лука начинают с Рождества Иисуса Христа, Марк начинает с описания истории Иоанна Крестителя. А вот Евангелие от Иоанна, оно немножко стоит в стороне. Оно отличается. Если можно так сказать, оно наоборот начинается с небес и потом приходит к нам на землю. Вспоминайте, как начинается Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И далее Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И вот здесь показывается, что приход с неба, и что Евангелие, что вот это Слово Иисус Христос принес на землю. Матфей в своем Евангелии показывает царя. Марк показывает слугу. Лука показывает сына человеческого. А апостол Иоанн показывает в своем Евангелии сына Божьего. Также некоторые считают, что Матфея было написано больше для евреев, Марка для римлян, Лука для греков. А вот Евангелие от Иоанна сам апостол Иоанн написал для верующих. Для тех, кто имеет веру в сына Божия. Так мы с вами переходим к Евангелию от Матфея. Оно было написано в конце 50-х, начале 60-х годов нашей эры. И некоторые считают, что оно было адресовано церкви, которая находилась в Антиохии Сирийской. И что примечательно, об этой церкви там были верующие и из язычников, и из евреев. Они были вместе в этой церкви. И автором этого Евангелия, естественно, Матфей. Это бывший сборщик налогов, ученик Иисуса Христа. Евангелист Марка Лука еще его называют Левий или Левий сын Алфеев. У него есть два имени. И оно написано больше для евреев, чтобы показать, что Христос и есть тот долгожданный Мессия, и есть тот царь из дома и рода Давидова, которого они ожидали. Матфей не зря цитирует 65 раз Ветхий Завет. И не зря те, которые составляли канон Нового Завета, они поставили его как первую книгу. Несмотря на то, что это не является самым древним Евангелием. Самое древнее Евангелие – это Евангелие от Марка. Но поставили Матфея. Почему? Потому что это Евангелие является своеобразным мостом между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Оно показывает исполнение пророчества. Оно часто цитирует Ветхий Завет, показывая, что Иисус Христос и есть тот обещанный Царь, и есть тот обещанный Мессия, что именно Иисус Христос, в нем заключено все исполнение пророчества. Очень много места и времени уделено словам, беседам Иисуса Христа. И не зря Евангелие от Матфея иногда называют еврейским Евангелием. Знаете, Матфей также единственный из евангелистов, который использовал слово «церковь» – «экклесия». Два раза оно там использовано в Евангелии от Матфея. Первый текст говорит о Вселенской Церкви, второй текст говорит о Поместной Церкви. И это тоже примечательно, когда именно понятие Церкви о том, что это такое и из кого она состоит, мы также находим у евангелиста Матфея. И знаете, поскольку Евангелие от Матфея описывает Христа как царя, то даже уже с самого описания Рождества мы находим признаки и атрибуты царя. Нам дается родословие, поклонение волхвов, дары, преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Потом идет помазание на царство, сей и сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И уже с первых глав мы видим, как проявляются признаки и атрибуты царя в Евангелии от Матфея. И немножко далее мы в этом Евангелии находим проповедь, где Христос провозглашает Конституцию Царства Небесного, если можно так сказать. В Конституции нашей страны есть первые десять поправок, которые называются «Закон о правах». Есть также Декларация независимости, Declaration of Independence. И в ней такое может быть, мы не знакомы со всем текстом или особо не запоминали его, но есть предложение или по крайней мере несколько слов, которые у нас на слуху и знакомы. И там написано, что «Life, liberty and pursuit of happiness» – жизнь, свобода, стремление к счастью. Это хорошие и неплохие принципы земного царствия, особенно если их выполнять и не забывать, что все-таки там написано, что эти права человеку даны его создателем. И хорошо, когда в этом земном царстве люди не забывают, что права все-таки не от государства, не от тех, кто в Олимпии или Вашингтон, Д.С., а человек наделен определенными правами своим создателем. И вот это стремление к свободе, к жизни, стремление к счастью, оно в нем есть. И вот когда Христос говорит свою Нагорную проповедь, Он провозглашает вот эти принципы царства, вот то, что человек хочет иметь. Более 50 раз мы находим в Евангелии от Матфея выражение «Царство Божие» или «Царство Небесное». И Христос как бы говорит, вот это «life, liberty and pursuit of happiness». Хотите свободы? Хотите жить нормально? Хотите счастья? Хотите благословения? Хотите похвалы от Царя Небесного? Он говорит, вот вам принципы счастья. И Он их дает, Он говорит, это нищие духом, это плачущие, это алчащие, жаждущие правды, это милостивые, это чистые сердцем, это миротворцы, это изгнанные за правду. Вот какими нужно быть, чтобы быть счастливыми. Более того, Он говорит, что ваша награда велика, если вы это исполняете. Дальше Иисус Христос говорит, вы не смотрите на других, не смотрите на, может быть, те установления, которые есть или которые существовали много-много лет. Он приводит много раз на протяжении этой проповеди древним сказано, «А Я говорю вам». «А Я говорю вам». Он прямо говорит, что нужно делать для того, чтобы быть сынами Отца Небесного. Он говорит, «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И вот эти все законы Царствия Небесного, вот эти все законы даны для того, как Иисус Христос сам сказал в заключении проповеди, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Также в Евангелии от Матфея мы встречаемся с несколькими притчами, которые показывают нам, чему подобно Царство Небесное и что мы должны делать. Мы не будем на них останавливаться. И заканчивается вот это Евангелие Царства, Евангелие Царя, Его Небесным поручением, в котором Он заповедует тем, которые хотят быть в Царстве Божьем, что они должны делать, как люди, Его дети, должны расширять пределы Царства. Мы помним, да, все это поручение, «Так идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все то, что Я повелел вам, и Я с вами во все дни до скончания века». Вот так заканчивается Евангелие от Матфея, где Иисус Христос не просто был показан нам как Царь, но Он дал нам новые законы. Он поместил нас уже на земле в новое Царство, Царство Небесное. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка – самое древнее Евангелие. Написано где-то в середине 50-х годов нашей эры в Риме и было адресовано в большинстве своем христианам, как раз находящимся в Риме. Потому в этом Евангелии мы встречаемся, допустим, когда Марк объясняет значение некоторых арамейских слов, объясняет некоторые еврейские традиции. Почему? Потому что далеко не все римляне были знакомы с их обычаями, с их традициями, и некоторые слова им были тоже непонятны. Итак, автор – это Иоанн Марк, племянник Варнавы, вырос в довольно состоятельной семье, получил неплохое образование, знал несколько языков. Некоторые даже считают, что это именно в доме родителей Марка проходила последняя вечеря. Не знаю, насколько верно, но тем не менее некоторые склоняются к такому мнению. Марк, в отличие от Матфея и Иоанна, не был очевидцем событий, которых он описывает в своем Евангелии. Однако он записал то, что слышал от апостола Петра. Как мы знаем, что он был его сотрудником, и многое то, что находится в Евангелии от Марка, это как раз то, что он слышал от Петра и записал, и мы имеем Евангелие от Марка. В Евангелии от Марка не всегда события отражены хронологично, оно самое короткое. И знаете, вот Марк использовал много таких глаголов активного действия, которое призывало к чему-то или показывало, что-то должно совершиться или совершалось. Довольно часто используются слова немедленно и тот час. И больше всего также в этом Евангелии описаны чудес. Мы с вами понимаем, действительно так и должно быть, когда ты описываешь кого-то как слугу, который должен подчиняться немедленно, должен идти, должен выполнять, не должен много рассуждать, много раздумывать, разглагольствовать. Ему сказали, он пошел и сделал тот час, немедленно, в сию же минуту. И потому оно так лаконично, так кратко отражает это. И в 10 главе мы читаем такие слова, 43 стиха, «Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первыми между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус Христос сам о себе, записаны Его слова в этом Евангелии, говорит о том, что Он пришел послужить. Мы такой псалом поем, «с жаждой миру послужить». Пророк Исаия тоже в 42 главе говорит, вот отрок, кто читает английскую Библию, там написано, «Слуга, servant, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». И дальше написано, что Он совершит это, и показан Его дух смирения, и образ слуги показан в этом тексте. Исследование за Христом – это действительно жизнь служения, жизнь страдания – это крестный путь. И Марк как раз и показывает нам вот этот образ Христа, который на первый бы взгляд, казалось бы, он не такой привлекательный, но всегда готов действовать без промедления. И знаете, без того, чтобы иметь такой вот образ, иметь характер слуги, невозможно было совершить волю Божию, невозможно было быть полностью послушным, смиренным и готовым совершить дело нашего спасения. Евангелие от Луки. Написано в 60-х годах. Лукай был греком из Антиохии по профессии врачом. Он тоже не был очевидцем событий. Много времени потом провел с апостолом Павлом, был его сотрудником. И некоторые считают, что многие детали, особенно начальные главы Евангелия от Луки, он получил непосредственно от Марии, Матери Иисуса Христа, потому некоторые моменты из его ранней жизни отражены, которых мы не находим ни у какого другого евангелиста. Ну и более последующие годы жизни Иисуса Христа, которые Лука описывал, он также заимствовал у очевидцев. Мы знаем, что помимо врача он также был и неплохим историком. Он сам о себе так и писал, что по тщательному исследованию. И действительно, это Евангелие, оно самое большое по объему, поскольку оно, скорее всего, предназначалось для греков, в нем много литературных, даже есть несколько песней записано Лукой, оно легко читается. Мы находим в нем много информации. И знаете, Христос вот в этом Евангелии показан как Сын Человеческий, то есть как совершенный человек, как perfect man. 1 Коринфянам 15 глава 45 стих, мы так и читаем. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. И в Евангелии от Луки мы как раз и находим, и здесь показана доступность Иисуса Христа для всех. Вот Он показан как Сын Человеческий. Он доступен для грешников, для язычников, для мытарей, для женщин, для бедных, для брошенных, для тех, кому больше никто не нужен, для тех, кому все рот закрывают и говорят молчи или уходи, а Христос таких находил в толпе, останавливался и говорил подойди сюда или сам подходил к ним. И вот такие вот образы, такие примеры мы находим в Евангелии от Луки, и это нам открывает его другую сторону, его человеческую сторону. Евреям 4 глава 15 стих, мы читаем, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. В этом Евангелии больше всего притч оставлена нам, и это тоже показывает его человечность и показывает его желание как можно более доступно донести весть Евангелия простым людям, которые были вокруг него, используя понятные вот эти земные образы, земные иллюстрации то ли из сельскохозяйственной жизни, то ли еще из других областей жизни. И вот это все нам показывает Сына Человеческого. Даже чего стоит вот пример, оставленный тоже в Евангелии от Луки, его молитвенной жизни. Казалось бы, а для чего Иисусу Христу молиться нужно было? Но поскольку он показан как Сын Человеческий, мы читаем о том, что он дни проводил в служении, исцеляя, проповедуя, а ночью он, выходя, проводил на горе Иллионской, где молился Своему Отцу Небесному и тем самым показал пример и нам, людям, о том, что мы должны делать, чтобы достичь вот этого образа Сына Человеческого, совершенного человека. Perfect man. Евангелие от Иоанна. Самое позднее Евангелие написано в 70-х, может быть, даже ближе к 90-м годам. В Ефесе оно было написано. И автор Иоанн, ученик и апостол Иисуса Христа, был непосредственным участником тех событий. Он о себе по имени не говорит, когда пишет Евангелие, но обращается к себе как ученик, которого любил Иисус. И мы сразу понимаем, речь идет об Иоанне. И он говорил непосредственно то, чему был свидетелем. Он так и написал в первом послании Иоанна, в первой главе, он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам о том, что видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нашей, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. В этом Евангелии, если как бы исключить пример о добром пастыре, нет ни одной притчи. Нет ни одной притчи. И большинство событий, которые описаны в Евангелии от Иоанна, происходят в Иерусалиме, не в Галилее. Для чего было написано это Евангелие? Апостол Иоанн сам нам говорит об этом в 31 стихе 20 главы. Говорит, «Сие же написано вам, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Цель Иоанна была показать и доказать, что Христос – это Сын Божий. И не просто Сын Божий, а для того, чтобы вера наша в Него была полной, как в Господа и Бога, не просто человека, не просто Учителя, не просто того, кто приносит исцеление и радость страждущим, но понимание, что это не просто человек, это Сын Божий. Он так и говорит, что Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истинная, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бог явился во плоти. Знаете, это всегда трудно для понимания. Но, с другой стороны, я думаю, оно как нельзя больше как раз и подтверждает любовь Бога к нам. Не зря именно у этого евангелиста мы находим самый, наверное, известный стих из всей книги Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир». «И воплощение Сына Божьего Слово стало плотью и обитало с нами». Как раз и доказывает, и показывает нам, насколько мы дороги, небезразличны Богу, насколько Он близок к нам, насколько Он хочет иметь вот это общение с нами. И Он на протяжении вот этих всех глав своего Евангелия говорит о том, насколько важно принять Сына Божьего верою. «Блаженный, не видевший, не уверовавший». Так Он в заключении истории с Фомой записал в Своем Евангелии. И есть несколько текстов, и они повторяются как бы из главы в главу, которые начинаются со слов «верующий в Него». И дальше следует определенное действие или определенное обещание, что будет с теми, которые веруют в Него, что Бог им обещает. Ну, посмотрим на несколько из них. «Верующий в Него не судится. Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Вот это обещание записано несколько, ни один, ни два, ни три раза. Несколько раз проходит по всему Евангелию. Это она имеет жизнь вечную. Дальше. «Верующий в Меня не будет жаждать никогда. Верующий в Меня, если и умрет, и живет. Всякий, верующий в Меня, не остается во тьме. Верующий в Меня – дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Бог хочет, чтобы у нас была вера. И это обетование, обещание тем, которые имеют эту веру. Итак, четыре Евангелия. Четыре образа Иисуса Христа. Это образ царя, образ слуги, образ сына человеческого и образ сына Божия. Как мы с вами можем вот эти четыре образа в нашей жизни отобразить, чтобы мы не просто назывались христианами, но чтобы мы действительно были таковыми. Присутствуют ли эти образы в нас? Когда мы обращаем внимание на образ царя, мы вспоминаем тексты Писания, которые говорят о том, что мы являемся священниками и царями, царственным священством. Мы вспоминаем ту простую истину, что Бог создал новое родство по всему миру, что Он создал новое гражданство. Послание Тимофею, 2-я, 2-я глава. Такие слова. Верно слово. «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Братья и сестры, вопрос, который хочу оставить себе и вам по образу царя. Живем ли мы с вами уже сейчас по законам царства, которые нам оставлены в Евангелии от Матфея? Когда мы смотрим на образ слуги, он говорит о том, что мы с вами служители Нового Завета. Более того, апостол Павел во 2-м послании Коринфянам говорит, что он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. И вот эту способность Бог дает каждому, кто хочет ее принимать, кто хочет получить, являемся ли мы слугами. Или нас больше интересует все-таки, кто больше, кто лучше, чей отдел главнее, кому проповедовать, петь или играть на праздничное служение, а кому в среду. И здесь тоже показывается, как мы готовы образ слуги в своей жизни показывать. Знаете, Писание говорит нам о том, что мы должны являть себя во всем как служители Божьи. Апостол Павел говорил об этом Коринфянам. Что это значит? Как мы можем во всем являть себя как служители Божьи? Это не только к братьям относится. А он дальше приводит примеры. Мы читаем. Нас почитают обманщиками, мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверстия к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вот это образ слуги, оставленный в Евангелии от Марка, который дал бы Бог, чтобы действительно он отражался у каждого из нас. И Лука, показывая сына человеческого, история там есть о блудном сыне, ясно показывает всю человеческую испорченность. Натуру. Это вот брат даже первый сегодня говорил о том, что лука во сердце человеческое и крайне испорчено. Но это Евангелие, показывая образ сына человеческого, показывает также, что для нас, несовершенных людей, есть надежда, есть второй шанс, есть спасение. Если тот, который прошел земным путем в нашей плоти, был искушен во всем, кроме греха, остался безгрешным. И Писание говорит, что мы имеем вот такого первосвященника, и мы не можем в претензию Христу поставить, что ты меня не понимаешь, мне вот здесь так тяжело жить, и я и вот это, и вот это, и это переживаю и прохожу. Написано, что он это все прошел до нас, будучи на сто процентов человеком, но остался верным Господу. И мы читаем в Писании о том, что он и нам может сострадать, что он в наши нужды, и наши беды, и в наше горе может вникать. Более того, он готов бежать к любому блудному сыну навстречу и готов принимать нас в любое время. И окончание Евангелия, четвертая Евангелия от Иоанна, образ Сына Божьего. Слова Иисуса Христа в конце этого Евангелия, которые тоже обращены ко всем нам, если мы действительно почитаем Его за Сына Божьего, и он... Два вопроса. Первая даже просьба больше была. Он говорит, не будь неверующим, но будь верующим. И это Евангелие написано к верующим людям. Написано, чтобы вера у нас была. Не будь неверующим, будь верующим. И Сын Божий задал такой вопрос, который звучит сегодня каждому из нас. Любишь ли ты меня? Другой вопрос, который он задал, любишь ли ты меня больше, нежели они? В нашей любви к Господу, как мы ее измеряем? Оглядываясь по сторонам, как другой или другая любит Христа и сравнивая свою любовь к Богу их любовью к Богу, с их жертвенностью, с их служением? Или мы все-таки отвечаем на вопрос Христа, любишь ли ты меня? И мы не смотрим по сторонам, а может быть, как тот апостол, заплачем и скажем, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Хотя, может быть, далеко не всегда получается, какой наш ответ на этот вопрос. Да благословит нас Господь стремится образить вот эти четыре образа Иисуса Христа, оставленные нам на страницах Евангелии, чтобы Царство Его расширялось, чтобы служение совершалось, чтобы Божественное отражалось в нашей человеческой природе, для того, чтобы достичь воскресения мертвых и жизни будущего века, как Бог и обещал нам. Аминь. Помолимся.